Я рада приветствовать вас сегодня на Школе Молитвы. И я хочу сначала помолиться. Отец, во имя Иисуса Христа, я прошу Тебя благословить это время. Я прошу, чтобы в это время Твоя сила действовала на этом месте. Я прошу, чтобы Твоя сила прикасалась к каждому человеку, который смотрит нас или в прямом эфире, или который будет смотреть эту программу в записи. Я благодарю Тебя, Отец, благодарю Тебя за ответы. И я благодарю Тебя за техническую команду. И я благодарю Тебя за каждого человека, который слушает нас сейчас и который присоединится к нам позже. Вся слава пусть будет Тебе. Спасибо Тебе. Дорогие, и на Школах Молитвы мы изучаем послание к ефесянам. Шестая глава с 10 по 18 стих. И на наших предыдущих школах мы говорили уже об укреплении себя в единении с Господом. Что это такое и о необходимости это делать. Мы говорили о сильном и слабом человеческом духе. Мы говорили о том, что наш человеческий дух, он может быть изначально сильным, а потом он может протекать. Вся сила, она может уходить из нашего духа. Мы говорили об ошибках, которые мы совершаем во время духовных войн. Мы говорили о том, что мы иногда пытаемся в духовной волне, мы пытаемся действовать плотскими оружиями и плотскими методами. А Божьи цели, они достигаются духовными средствами и Божьими средствами. И на нашем последнем занятии мы говорили о том, что мы были выкуплены с рынка рабов. И мы говорили об остаточных явлениях в нашем разуме, о том, что мы продолжаем помнить, что было в нашей предыдущей жизни до того, как Иисус нас искупил, и как это влияет на наш разум и на нашу жизнь. И сегодня мы будем говорить об обличении в силу свыше. И перед тем, как я начну рассказывать, я хотела сказать, что вы можете писать свои молитвенные нужды. Я буду их видеть в конце эфира. Мы за них помолимся. И если мы не успеем помолиться, то наша молитвенная команда, я их всех соберу вместе, и наша молитвенная команда, она обязательно будет молиться за ваши нужды, не беспокоится, не за вашу нужда, она не останется. Без прикосновения Бога, без нашей молитвы. Итак, начать я хочу с одного примера. Я хочу вам рассказать про Уэльское пробуждение. И это пробуждение описано в книге Хадатты Нормана Граба. Это одно из самых сильных и ярких пробуждений начала XX века, которое положило начало большому количеству пробуждений в разных странах. Я хочу вам прочитать несколько цитат из книги Хадатты, чтобы вы прочувствовали, как это все происходило. Присутствие и сила Святого Духа в Церкви были постоянно очевидной реальностью для всех истинных верующих. Не было необходимости просить Господа прийти, но просто признать Его присутствие и тут же пережить Его силу. Дух действовал с неодолимой силой. Самые слабые облекались в неописуемое величие. И когда они свидетельствовали, что Спаситель был заклан за наше беззаконие и воскрес для нашего оправдания, их слова были с помазанием. Сокрушались целые собрания, и люди кричали в душевной агонии, что нам делать, чтобы спастись. Многие переживали силу крови Иисуса Христа, очищающий от всякого греха. И вы знаете, источники исторические говорят, что в этом пробуждении пришли к Иисусу около ста тысяч человек. Но настоящая проблема возникла в тот момент, когда эмоции немного остыли у людей, и когда потребовались люди, которые зрелые, которые могли бы этих новообращенных нянчить, они могли бы их выкармливать, и они могли бы им давать твердое основание. А таких верующих было недостаточно. Нянек оказалось меньше, чем младенцев. И молодые служители, которые сами недавно пришли к Богу, они начали молиться за новообращенных. Но они терпели неудачи. И один из служителей пишет, «Многие обвиняли молодых обращенных в отступлении, но мы винили себя, потому что были не в состоянии отвоевать их в молитве. О, какая трагедия быть беспомощным перед врагом, видя, что он сеет молодых верующих, как пшеницу!» В 59 главе Исаии мы читаем, что Бог видел, что нет человека, и удивлялся, что нет заступника. И это было как раз наш случай. Многие из нас чувствовали необходимость быть облеченными в силу свыше. Дорогие, мы с вами живем в последние дни, последнего времени. И атаки сатаны в эти дни становятся более сильными, более частыми, более жестокими. И вы можете быть абсолютно уверены, что когда вы вступите на территорию Бога, когда вы вступите в служение, когда вы получите какое-то откровение от Бога, вы можете быть уверены, что за этим последуют атаки сатаны. Но мы должны быть уверены, что мы облечены в силу свыше, для того, чтобы мы могли отражать атаки сатаны, и для того, чтобы мы могли продвигаться в нашем служении с Господом. Потому что если мы имеем вид благочестия, но силы отреклись, то мы напоминаем армию Саула из первой книги Царств 13 главы. Смотрите. «По всей земле Израиля не было ни одного кузнеца и ни одного человека, который мог бы делать изделия из железа. Филистимляне не учили этому израильтян, ибо опасались, что те сделают себе мечи и копья. Поэтому у всего народа Израиля, бывшего с Саулом, не было ни меча, ни копья. Только Саул и его сын Иоаннафан имели железное оружие. Два человека в Израиле имели железное оружие. И всё. Весь народ в армии Саула был в страхе. Если у нас нет силы свыше, если мы не знаем, что это такое, если мы не изучаем её, если мы не практикуем её, мы будем жить в страхе перед атаками сатаны. Я благодарю Бога за ту силу, которую Он дал Церкви в день Пятидесятницы, когда в виде огненных языков, в шуме ветра, Дух Святой сошёл на Церковь, родил Церковь, и Он каждого верующего превратил в солдата. И всех верующих вместе Он превратил в армию Иисуса. Дорогие, что ещё важно? В тот момент, когда я сейчас говорю, возможно, какие-то вещи вы уже слышали, но я хочу вас попросить сейчас начните слушать Духом, потому что то помазание, которое сейчас есть, ловите его, ловите его. Это тот момент, когда духовные вещи вы можете принять помазанием. Если у вас нет ещё откровения о той силе, которая нам дана, не умственных знаний, а именно откровения, то сейчас самый правильный момент. Откройте свои сердца и слушайте сердцем. Многие духовные вещи, они улавливаются. Им невозможно обучить, но они улавливаются в Духе. Итак, из Библии вы знаете, какие сложности приходилось проходить верующим первой церкви. И на протяжении всего существования церкви сатана атаковывал церковь достаточно жестоко. И сейчас он это делает. И поскольку мы живём в тот же самый отрезок времени, который называется век церкви, что и первые верующие, атаки идут и на нас. И вы можете быть уверены, если у вас есть какие-то проблемы, если на вас идут атаки в сфере, например, здоровья, финансов, соотношениями, на работе, в служении, Дух Святой здесь для того, чтобы вам помочь. Он расскажет вам о силе свыше, которой он вас наделил. Он вам расскажет о победе Иисуса. И Господь сможет обернуть эти ситуации во благо. Все атаки сатаны вам во благо. И я благословляю вас, чтобы ваши духовные уши сейчас были открыты. Услышьте, Господь сильнее атак, которые сейчас происходят в вашей жизни. И вы пройдёте. Я вам сейчас говорю, вы пройдёте во имя Иисуса Христа. Духом сейчас принимайте эту уверенность с неба, что вы пройдёте, и вы сможете ходить в победе и в силе свыше. Мне очень нравится Псалом 39. «Твёрдо уповал я на Господа, и Он преклонился ко мне и услышал вопль мой. Он извлёк меня из страшного рва, из тенистого болота, и поставил на него... И вы знаете, я иногда, когда я думаю о победе Иисуса, я вижу, что мои ноги стоят на твёрдом камне. И именно так я себе представляю победу, на которой я стою, на победе Иисуса. Мои ноги не поколеблются. Смотрите, вокруг может быть всё неустойчиво. Вокруг может быть болото, тинистое болото, неустойчивость. Если вы ступите ногой туда, земля уйдёт из-под ваших ног, вы можете провалиться. Но когда вы говорите, вот это мой камень, на котором я стою. Я буквально себе представляю камень, и это мне помогает. Мои ноги, они стоят на твёрдом камне. Это моё основание. Победа Иисуса, сила, которой я была обличена свыше, это моё основание, на котором я стою. И один из важнейших факторов для того, чтобы одержать победу, для того, чтобы мы могли встать на эту победу, это то, что мы должны, будьте внимательны, одержать победу в духовном сражении до начала сражения. Я приведу вам пример. Возможно, вы когда-нибудь видели, как тренер настраивает свою команду перед выходом на поле, перед выходом к противнику, к сопернику. Он говорит, «У вас получится, потому что вы крутые, у вас получится, победа уже ваша, вам нужно только взять её». И знаете, каждому человеку, который находится в этой команде, ему надо пройти внутри себя какой-то путь к тому, чтобы быть уверенными в победе, потому что сатана говорит, «Твой соперник сильнее тебя». Команда, с которой ты сейчас будешь играть, это команда с мировым именем. Они победили того, 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 того. Вспомни свои проигрыши. И каждому человеку, ему необходимо в команде настроиться на победу. И это определенная работа. Тренер не говорит одно слово, «Вы победители». Он как бы накручивает, если можно так сказать, он накачивает вот этими мыслями о победе свою команду. Они вместе могут спеть какую-то песню, они могут вместе что-то провозгласить. Но это определенный путь. И то же самое, когда нам предстоит сразиться с сатаной, нам предстоит духовная битва, нам очень важно оказаться в месте победы, в духовном месте победы, встать на этот твердый камень до того, как вступить в сражение. Потому что, если вы вступите в сражение из места страха, из места сомнения, из места боязни, из места неуверенности, то победа с большой вероятностью окажется не на вашей стороне. И битва будет проиграна. Что это за место победы? Как к нему подняться? Что это такое? Библия говорит нам, что Иисус был посажен на небесах. Он был посажен на месте власти. Это центральное место власти во Вселенной. Это трон Отца. И Он сидит одесную Отца. И на этом троне, в Духе, есть место для нас, для каждого из нас, для меня, для вас, для каждого человека, для каждого верующего человека. И с этого места, когда вы поднялись на это место, вы можете начинать сражаться. Как подняться в это место? Вы можете провозглашать места Писания о том, что вы посажены с Иисусом на небесах. До того момента, пока вы не поверите в это, пока это не опустится из вашей головы, в ваш Дух, пока оно не станет для вас реальностью, пока это не станет откровением, пока это не станет вашей жизнью, вы можете прославлять Бога. Вы можете превозносить Его победу. Вы можете петь. Вы также можете молиться на языках. Самое главное, вам надо пройти. Это может занять какое-то время, но вам надо пройти. Вы знаете, я слышала об одном служителе, который, когда узнал, что у него онкология, он заперся в комнате, он обложился книгами, Библией, книгами об исцелении, и он провел несколько дней в этой комнате, и он вышел оттуда здоровым. Он работал со своей верой, он поднимал свой дух, он накачивал свой дух. И вы знаете, в тот момент, когда вы однажды попадете в это место власти, в это место, где вы посажены с Иисусом на небесах, вы будете точно знать туда дорогу. И чем чаще вы будете практиковать посещение этого места и битвы с этого места, тем легче вам будет проходить в это место. Вы знаете, однажды, когда я была в Израиле, у нас была экскурсия на Массаду, гора Массада. И нас предупредили, что у нас будет пешее восхождение. Ну, окей, хорошо, пешее восхождение. И мы поднимались на эту гору, мы поднимались, поднимались, поднимались. Было жарко, мы устали, но мы поднялись на эту гору. И вы знаете, когда мы поднялись на эту гору, минут, наверное, 40 или час это заняло, мы увидели фуникулер. Мы увидели, это было что-то вроде лифта. То есть можно было подниматься на гору пешком, как мы это сделали, а можно было подниматься на лифте. И если дорога пешком, она заняла около часа, то дорога на лифте занимает, ну, где-то минуты, минуты три, наверное. Точно так же вы можете подниматься вместо власти достаточно долго, если у вас нету навыка проходить в это место. Но вы можете подниматься в это место как на лифте за несколько секунд, если вы натренированы подниматься в это место. В молитве я хотела еще сказать одну важную вещь. В молитве вы можете понимать, что вы поднимаетесь на гору. Когда вы готовитесь к битве, вы можете видеть, как вы духовно поднимаетесь на гору. И в тот момент, когда вы поднялись на гору, у вас возникает эйфория. Это ощущение, что это ни с чем не сравнимо, ощущение, что вы победили. Вы можете начинать петь, вы можете начинать плясать, вы можете начинать славить Господа, но будьте внимательны. Вы поднялись на гору, возможно, для того, чтобы начать сражение. Не упустите место сражения, не упустите момент, когда вы находитесь вот в этом состоянии победы, для того, чтобы начать побеждать. Понимаете, о чем я говорю? Вы находитесь в состоянии победы, для того, чтобы начать побеждать, для того, чтобы вступить в битву. Не подменяйте состояние, когда вы одержали победу над своими сомнениями, и вы точно уверены, что Иисус победитель победой в духовном сражении, которое вам еще предстоит одержать, будучи обличенными в силу свыше и будучи уверенными в победе Иисуса. Дорогие, у нас с вами остается немного времени, и я хочу помолиться за вас. Есть несколько молитвенных нужд. Мы с вами продолжим обучение через две недели. Сейчас я бы хотела помолиться. Лариса Зернова просит молиться за исцеление ноги. Отец, во имя Иисуса Христа, я сейчас благодарю тебя за силу исцеления, которая разлита по этой земле в последнее время. Я благодарю тебя, что эта сила прикасается сейчас к Ларисе Ивановне, и я благодарю тебя, что ранами твоими она была исцелена. Отец, спасибо тебе за то, что она получает откровение о твоей силе, о твоем исцелении, и она принимает это исцеление. Мы благословляем ее, чтобы это откровение о том, что это легко принять исцеление и ходить в исцеление, чтобы это откровение пришло из головы, опустилось в ее сердце. Лариса Ивановна, мы благословляем вас здоровьем, ходите в здоровье, ваши ноги крепкие, как у оленя. Елена Петрова просит молиться за исполнение своего предназначения. Отец, я благодарю тебя, что ты вкладываешь в Елену мягкое, послушное сердце, и с этим сердцем она может исполнить любую твою просьбу, любое твое задание. И шаг за шагом, шаг за шагом она входит в свое предназначение, она движется по своему предназначению, выполняя маленькими шажочками твои задания. Из славы в славу, из победы с мягким, послушным сердцем. Отец, спасибо тебе за то, что ты работаешь над сердцем Елены и помогаешь ей войти в призвание. Спасибо тебе. Следующая нужда молитвенная за духовный рост Рудневых Екатерины и Василия и обновление мышления. Отец, я благодарю тебя за то, что этой семье ты даешь жажду по твоему слову. Я благодарю тебя, что твое слово, молитва, время с тобой, они становятся настолько важными, они становятся настолько дорогими, что эта семья не пропускает любой возможности углубляться в слово. И благодаря этому мышление обновляется. Благодаря этому происходит духовный рост. И сейчас я посылаю духовную жажду. Я говорю духовная жажда и духовный голод. пусть придут в вашу жизнь. Пусть вы хотите искать Господа. Пусть это будет огнем в вашем сердце. И пусть вы как лань, которая стремится к потокам вод, стремитесь к Господу. Пусть ни одного дня не проходит без Господа. Пусть это войдет в вашу привычку. Пусть это станет вашей жизнью. Пусть Господь станет вашей жизнью. Пусть это будет не жизнь с Господом, пусть это будет жизнь Господа в вас. Следующая молитвенная нужда. Прошу молиться за Божью волю на мой брак, так как избранник не является глубоко верующим человеком. Елена просит молиться. Отец, во имя Иисуса Христа, мы знаем, что ты приготовил для Елены самого правильного человека, Господь, и это будет семья в твоей славе. И мы благодарим тебя, что ты подготавливаешь каждого человека, каждую сторону, каждого будущего супруга к этому браку. Мы благодарим тебя, Господь, что это будет союз в силе, и будет нужный человек в жизни Елены. Мы не знаем, этот ли человек, или это будет другой человек, ты знаешь, Господь. Но я провозглашаю, что твоя воля пусть состоится в жизни Елены. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Следующая молитвенная нужда. Александра. Пожалуйста, помолитесь за мою внучку Карину. У нее 16 июля будет роспись в ЗАГСе. Выходит замуж молодым по 25 лет. Александра, прекрасное событие. Мы поздравляем вас. И мы благословляем эту семью. И мы говорим в духе, что Карина, она мудрая жена. Она устрояет свой дом. И мы говорим в духе ее мужу, что ее муж, он сильный муж Божий, и он ведет за собой семью. И мы говорим, что это семья благословенная. И в этой семье есть любовь, есть уважение друг к другу, есть разумность, есть трезвость и есть полнота духа и послушание Богу, уважение друг к другу, почитание друг друга выше себя. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Дорогие, и последняя молитвенная нужда, которую мы сейчас успеем. За остальные будем молиться нашей молитвенной командой. Айгуль просит, помолитесь за сестру Зарину и ее сноху Шахло. Завтра судебный процесс о наследстве. Отец, во имя Иисуса Христа, я прошу тебя о том, чтобы ты присутствовал на этом процессе. И я прошу тебя о том, чтобы твоя правда, она восторжествовала. Пусть будет твоя воля. Я прошу тебя, Отец, я прошу развернуть сердца судей в твоем направлении. В твоем направлении, Господь. Пусть состоится то, что решено Господом. Пусть состоится то, что Господь предрек. Мы соглашаемся вместе с вами, дорогие. Мы соглашаемся за волю Господа. Во имя Иисуса Христа. Пусть воля Господа, она состоится, и ничто и никто не сможет ей помешать. Те двери, которые Господь открывает, никто не сможет закрыть. Те двери, которые Господь закрывает, никто не сможет открыть. Отец, мы благодарим Тебя за ответ на эти нужды. Во имя Иисуса Христа мы молились. Аминь. Дорогие, я молюсь за каждого из вас. Я молюсь о том, чтобы Дух премудрости и откровения, Он пребывал на вас. Я молюсь о том, чтобы очи вашего сердца, они были просвещены, они были открыты Господу. Я молюсь о том, чтобы вы возрастали в Господе. Я молюсь о том, чтобы Церковь Божья, она становилась зрелой. Она поднималась в своей силе в это последнее время. Я благодарю Тебя, Отец, что Ты поднимаешь свою Церковь, что Ты даешь ей правильную, взвешенную, вкусную пищу. И я благодарю Тебя за то, что Ты посылаешь на землю, Твоя сила, Твое слово. Они не возвращаются к Тебе тщетными, но они исполняют то, что Ты повелел им исполнить. Я благодарю Тебя, Отец, за каждого молитвенника. Я благодарю Тебя за тех, кто молится на молитвенной стене и приносит нужды Твоего народа перед Тобой. Ты ограничил себя своим словом, и Ты ограничил себя нашими молитвами. Господь, какая честь участвовать в этом служении, молиться за нужды других людей, приносить их перед Твоим престолом и видеть, как слава течет от Твоего престола. Реки славы текут, и ответы приходят в жизни людей, и Твоя Церковь укрепляется. Спасибо Тебе большое. Я благословляю Вас, дорогие. Увидимся на школе молитвы. Во имя Иисуса Христа. Аминь.